ребят всем привет сегодня у нас обзор диорамы ручной работы а им projects это делается на 3d принтере сейчас вы видите классные кадры этой диорамы и скорее всего у вас сразу вопросик это точно ручная работа либо это завод потому что на первый взгляд ты на нее смотришь и думаешь но это же просто кто-то сделал какая-то компания там на заводе еще где-то и просто ну вот сейчас нам это показываешь но нет это делают ребята с большим большим опытом моделирования они сейчас зашли в тематику 164 и 143 именно автомобильной тематики считаю что нам крупно повезло советую приобрести потому что дальше если что это будет реально штучный экземпляр и найти такое будет крайне сложно что скажу интересного про данные диорамы во первых будет специальная серия всего будет выпущено 50 штук здесь будет расположен специальный люк и там будет написано 1 серия 50 серий и так далее и забегая вперед 1 дирам будет разыграна поэтому смотри всю информацию в телеграм-канале там будет конкретный пост что нужно сделать ну на самом деле там все очень просто просто подписаться вот и кто-то один из вас получит диораму с номером 1 из 50 считаю что это очень крутой подарок стоит открыть поучаствовать мы перенесемся к ребятам в их мастерскую и посмотрим как краем глаза как это вообще происходит на чем они печатают что они используют для покраски и так далее подобное покажу вам всю кухню чтоб вы реально понимали что это реально ручная работа мастеров из россии мы посмотрим как делается кастом на профессиональном уровне они так как делать все остальные так представляю вам алексея и его коллегу антон так можешь нам показать свое пространство как вот создается это удивительная диорама вот прям хочется понять это моя домашняя мастерская где стоят 3d принтеры лазерный станок чипу покрасочная где мы полностью как бы разрабатываем создаем и красим наши диорамы вот наша заправка которая состоит из огромного количества деталей все это создан для того чтобы максимально минимизировать человеческий фактор что все это красилась не собиралась идеально в щелчок вот у нас разработка проект который сразу две диорамы печатает за раз и потом отдельно на лазерном чипу под ним вырезается платформа с уникальным серийным номером в эта версия которая демонстрационная демонстрационная здесь нет ничего да а вот же версия серийным номером и он будет на каждой из 50 диорам свой персональный вот у нас 3d принтеры которые печатают вот он сейчас в данный момент как раз печатается очередная серия и трогать его можно в этот момент ну трогать не желательно но ближе можешь подойти он сейчас поднимется платформа это может быть печать снимается платформа соответственно есть запас чтобы лишнего не сорвать но но они все еще закрыты корпусах сделано так чтобы ничем под форма ставится на место и ставится следующая печать на эти отправляются в мойку происходит просто кидается и все просто абсолютно там корзина она сама там ложится они там как-то ложатся опять же таки они сделаны всех защитных корпусах поэтому они никогда не не потрутся не не это сама мелкие детали вот очень мелкие детали они все спрятаны жестким за большей жесткой деталью чтобы ни в коем случае нигде ни с чем не соприкоснулись ни обо что не поцарапались не повредились именно через десять уже можно будет их более точную мойку но здесь просто барбакатор катал там снизу лопатки которые мешают спирт то есть все это залито спиртом выход движение да 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 сейчас воронка появится и вот они там с разных сторон обмываются с них снимаются остатки смолы она растворяется становится жидкой отходит но для того чтобы получить супер качественную чистку я использую ультразвуковую ванну все закончилась мойка грубая не занимается корзина открывается ультразвуковая и они уже без смолы их уже можно трогать руками а до этого нельзя было только они были в смоле все смола вредные что ну считается вредный поэтому стараюсь не трогать ее все они перегружаются уже в эту ванну здесь их уже надо как-то определенно складывать абсолютно без разницы вашим между ними было пространство чтобы двигалась жидкость и вот после мойки не все в спирту жидкость китайцы нас спасают пять секунд абсолютно чистая абсолютно сухая печать а есть нюансы вот допустим печать же там они разные там 4к 8к этот у нас 8к 14 к 14 это самый последний а ты не кубика прикол круче него пока еще ничего нету так это соответственно у нас шестьдесят четвертый масштаб это шестьдесят четвертый у нас их два сорок третий шестьдесят четвертый самый мелкий самый тяжелый потом это все вручную разбирается или как ну как и потом собираем полу автоматически благо есть ультразвуковой скальпель помогает все это дело легко и просто отделить от поддержек и без проблем на обработать он просто делает очень очень быстрые и тонкие движетного маленькие движения и просто вот как масло проходит сквозь все поддержки круто поэтому легко и просто все отделяется конечно без усилий ну есть усилия но по сравнению с тем чтобы если бы я резал просто ножом это земля и небо после полы как бы разборки все на детали все составляющие они красятся и уже только все покрашенное начинает собираться как пазл в конечный продукт даже вот самое сложное в сборке и в разработке это заправка которая состоит более чем из девяти деталей размеры которых не превышает 6 миллиметров на самая мелкая это вот шланг который полностью воспроизведен со всеми деталями и нюансами это для сравнения 43 и 64 масштабы ну размера вы сами можете сравнить это по сути все видно на ладони в прямом смысле слова и вот как показать шланг ну вот так показать так вот можно немножко рассказать о красках я вижу что здесь в основном используем японские это либо томи либо мистер хобби графические краски не под кисть в основном все будет краситься и мы используем японские в основном как бы джаз это китайский от начального уровня также как мэйн и премиум вот это будем считать что это мэйн в аэрографии но самый бюджетный они стоят по 1000 рублей японские начинаются от 10 и выше те которые используются в работе они в другом месте зарода у нас на красочную другом немножко месте не здесь многих интересует вопрос по поводу кистей и кисти можете посоветовать для того чтобы там делать допустим под краску фар либо супер мелких деталей крыса не реклама а совет ну да и взять смотря для чего для тонких линий лучше брать колонок качественный рублев отличные кисти делает если для фар это наверное лучше я бы брал синтетику потому что она остается жесткой так а фирмы к это есть там рублев рублю да да это самый там просто нулевка нет в основном все красится единицей нулевка она не держит краску то бишь чем отличается кисти нулевка там от единички единичка предпочтительно но у нее на конце собирается больше краски она тебе позволяет дольше работать мы свои фигуры ну красим максимум 0 это очень редко что мы даже единичка садись фигурам давай перейдем к фигурам у вас сейчас новая партия ну да мы хотим продолжать эту тему поскольку ну качественных фигур очень мало мы сейчас на макро объектив поднимем когда они будут стоять на сведом мы сейчас сделали пробную версию форсажа ваша это китайская сейчас смотрим на а им project фигурку это у нас торето здесь в принципе отличная печать даже видны пальцы есть лицо есть принципе все что нужно сейчас посмотрим как эта версия выглядит не покрашенная будет она вот так фигурка выглядит не покрашена здесь в принципе видите все изгибы и давайте сравним ее с китайской версии так ребят это китайская версия здесь сразу пропало лицо пальцы и приделаны к туловищу такого ребят показываю две версии справа у нас прям крутой кастом слева это у нас китайская копия с алиэкспресс кстати вот прям рубрика на сравнение русский кастом против алиэкспресс целом надеюсь по фокусу я попадаю тут конечно очень сложно прям ювелирная работа в целом видно на лицо что вообще он стоит спиной потому что головы нет ничего нет вот в целом есть разница теперь пиши в комментариях какая тебе больше нравится на думать это очевиден на клево это у нас тайм икра так что вот смотрите качество шнурки нарисованы но это будет на большом мониторе все видно вот сейчас конечно мне на маленьком экране к сожалению плохо видно я думаю они все разглядят а даже часы видны кстати вот я вижу там протекторы на ботинках есть протекторы прикольно пишите комментариях как зовут данного персонажа подскажите мне а тем временем смотрим на качество мы думаю все и так понятно опять слева лица мы не видим напоминаем что это тайм икра и тут нам еще дали для сравнения другую фигурку короче здесь дали нам это модельку фигурку из данного набора с таким вот крутым porsche ну porsche мы с моей сейчас не будем как на другой раз а вот фигурку конечно мы посмотрим так как вы достать то еще я буду это первое открывателем слева это у нас моделька которая шла в комплекте с тем самым porsche за нее оказывается просили дополнительно 1000 рублей сразу можно сказать что это китайская фигурка за 1000 рублей так а это справа у нас русская фигурка также за 1000 рублей цены кстати возможно будет меняться поэтому смотрите в группе точные цены и смотри когда вы смотрите ролик а то они через год будут смотреть а там уже это пять тысяч целом смотрите это фигурка за тысячу рублей который есть лицо вот слева китайская лично мне видно я не знаю на камеру видно на камеру должно быть еще лучше видно тут можно похвалить китайцев в руках у него была зеленая фигня я думаю эту сумка это оказался пластилин также мы увидели что у нее есть на груди логотип гульф плюс она в цветах как раз гульф и оказалось что она идет в комплекте не с тем porsche а вот с этим пишите комментарии задавайте любые вопросы я уверен ребята будут тоже читать эти вопросы ответят вам на ваши любые комментарии и вообще я считаю что нам реально повезло что такие ребята с таким колоссальным опытом там если погрузиться и больше раскрыть ребят прям можно узнать что они получали всякие награды и так далее на подобное сожалению они на видео это не сказали они просто сказали мне за кадром но возможно ребят перераски снялись ну сами понимаете там первый раз перед камерой так далее если хотите мы сделаем позже с ними какой-нибудь видосик там чтобы показали как раскрашивается как это собирается не просто там пару деталей а прямо от начала до конца пишите в комментариях реально если вам это интересно также у меня очень много вопросов про покраску буду очень рад если у нас получится сделать комент ролик про покраску прям вот чтобы реально это показали прям супер профессионально все очень круто на высоком уровне я прям удивлен я прям восхищен и меня прям вдохновляет у меня теперь есть желание попробовать покрасить фары именно кисточкой не декалями как я это раньше делал а именно кисточкой потому что вот ты на это смотришь и понимаешь что руками тоже можно сделать очень круто ну конечно не факт что моими но другими уж точно жду ваш фидбэк в комментариях также подписывайтесь на канал участие в розыгрыше там условия элементарные можно получить данную модельку ну а пока пока диорама porsche от компании а м project так найти ее да нажми стоп вот нашел а так мои руки криворути так клей есть